Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и мы сегодня с вами хотим поговорить, точнее я хочу сегодня с вами поговорить о том, как избавиться от токсичного окружения. И заметьте, не как существовать в токсичном окружении, а каким образом нам от него избавиться, как это вообще происходит, потому что один из наиболее часто задаваемых вопросов, как мне вести себя в окружении людей, которые находятся в состоянии постоянно низких вибраций, как мне вести себя в окружении, если окружение всё время надо мной смеётся, как мне реагировать, если я говорю своему любимому человеку о своей мечте, а он говорит «попустись». И, безусловно, когда начинается переход наш на новый уровень, а этот вопрос особенно актуален именно тогда, когда ты начинаешь меняться, ты не совсем понимаешь, как тебе себя вести, потому что в теории звучит классно. Измени своё окружение, измени свои мысли, измени своё окружение, и весь мир вокруг тебя поменяется. Очень круто, мне тоже всегда это очень сильно нравится, но есть процесс некий. Вот когда вы находитесь в точке А, и в точке Б есть промежуток, и вот этот промежуток надо каким-то образом пережить. То есть, когда ты ещё только начал этот путь, когда твоё окружение ещё новое не приобрелось, а старое существует, как себя вести в этом вообще отношении. Давайте сегодня будем с вами разбирать эту тему. Начнём давайте с того, что такое токсичное окружение, что я подразумеваю, вкладываю под этим понятием. Для меня токсичное окружение – это люди, которые… даже так, не люди, которые, а люди, рядом с которыми я чувствую себя некомфортно. Люди, которые меня не понимают, люди, которые думают по-другому, люди, у которых другие приоритеты, другая система ценностей, которые видят жизнь совершенно в другой модели устройства. Лично для меня токсичные люди – это люди, которые позволяют мне говорить, что мне не делать, которые позволяют мне постоянно, ну не только мне, да, вот людям, с которыми мы там где-то находимся, всё время стараются рассказать, навязать какое-то мнение. Люди, которые всё время опускают любое твоё желание, как только ты говоришь, а я хочу, тебе тут же рассказывают, почему это невозможно, почему так делать нельзя, почему это неправильно. И в особых случаях у меня, к счастью, такого нету, но когда вы начинаете этот путь, если вы находитесь в своём обычном окружении, это достаточно стандартное окружение, люди, которые выросли, имеют некую свою систему убеждений, люди, которые начинают просто нагло на тебя давить и оскорблять тебя, говоря о том, что всё это сказки, что ты вообще с прибаутками какими-то, с кем ты вообще связалась или связался, вернись, пожалуйста, в реальный мир, это вообще всё смешно, вы там все идиоты, дебилы, и люди совершенно не стесняются в своих выражениях. И, конечно же, для многих людей это является настоящим испытанием, что делать. Неужели нужно от всех отвернуться? Неужели нужно закрыть дверь? Неужели нужно что? То есть ты как будто бы встаёшь перед выбором. И поменять всех своих близких, изменить родине, да, вот так это звучит. То есть это внутренний, душевный, страшный дискомфорт для большинства людей. Давайте будем с вами разбираться по частям. Начнём с первого момента. Первое, что мы должны осознавать вообще, и почему я всё время говорю об осознанности, а осознанность – это способность думать и размышлять, так вот первое, что мы должны осознавать, что все люди разные. И если я принимаю решение измениться, то я должна понимать, что заставить измениться кого бы то ни было нельзя и не нужно. И когда я принимаю такое решение, это означает, что я беру ответственность за свою жизнь, за свои изменения. Очень простое вам понимание. Например, ваш парень или ваша мама или ваша сестра, давайте, ваша сестра, предположим, у вас есть сестра, вы с ней вместе живёте, и она решила сесть поменять питание. Вот она говорит, я решила стать сыроедом. И говорит, всё, теперь у нас будут в холодильнике только сырые овощи. Да, там она начинает читать книжки, ходить на тренинги. Вы очень любите свою сестру и ничего не имеете против неё и против сыроедения. Но вы вообще не хотите быть сыроедом? Вам это неинтересно? Если ваша сестра или подруга начинает заниматься сыроедением и просто готовить себе, покупать себе, заботиться о себе, вас это вообще никак не касается. Вы прекрасно себе живёте так, как жили. Но если она начинает заставлять вас, поддержи меня, ты должна, я хочу, чтобы ты тоже стала сыроедкой, ты послушай, как это классно, вы начинаете этого человека избегать, потому что он вас начинает напрягать. «Причём тут твоё сыроедение ко мне. Я люблю Макдональдс». Она говорит, «Макдональдс – это дрянь». И вот вы в какой-то момент начинаете понимать, что ваш человек близкий начинает вас сильно кумарить. Вы начинаете его избегать, у вас начинают быть какие-то конфликтные ситуации. На этом примере я хочу, чтобы вы поняли, что если вы принимаете решение, что вы будете теперь другим, то это совершенно не означает, что другие люди должны вас поддержать. Может такое произойти, что, наблюдая за своей подругой, вы решите тоже попробовать. Вы скажете, «Класс, давай будем вместе, я тоже давно хотела это попробовать, здорово». И тогда это будет ваше обоюдное желание и решение. Но когда один человек начинает меняться, и он ждёт, что все остальные должны его поддержать, а именно так выглядит, когда вы начинаете меняться, и вы в ужасе, что вас люди не поддерживают, что они вас возвращают на место. Есть вторая сторона медали, возвращаясь к вашей подруге. Самое умное, что вы можете сделать, это дать ей возможность сделать то, чего она хочет, попробовать быть сыроедкой. Самое дурацкое, и что говорит о том, что в вашей жизни есть большие проколы, это то, когда вы начинаете своей подруге рассказывать, «Почему ты решила быть сыроедкой? Это вредно для здоровья, ты не должна, я за тебя беспокоюсь». Да успокойся, беспокойся за себя. Да, главное правило трансёрфинга, оно у меня всегда живёт в голове, не потому что я ни чего не проповедую, просто мне это очень нравится, и я это повторяю постоянно, себе каждый день, поверьте мне. Уж кто-кто, а я очень люблю рассказать всем, как надо и не надо. «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». И ещё раз. «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». Не навязывайте ничего никому. Не ожидайте от других, что если вы что-то решили поменять, они должны теперь вас поддерживать. Вам никто ничего не должен. И если вы это поймёте, то ваше движение будет значительно легче, потому что когда я это осознаю, я беру ответственность за всё, что будет происходить со мной дальше, начиная с точки, которые вот движения, которую я приняла это решение, я начинаю двигаться свободно. Я не жду, что «Муж, ты должен меня поддержать! Мама, ты должна меня поддержать!» Или я начинаю всем доказывать. У некоторых вступает такая история. «Я теперь всем докажу, что у меня тут всё классно!» Не надо. Будьте взрослыми. Я решила, я сделала. Всё. Будет поддержка, не будет поддержкой. Я взрослый человек. Я сама или сам принимаю решение за свою жизнь. И я беру ответственность. Когда с вами это произойдёт, это 50% успеха. Следующий момент. Токсичное окружение. Я уже сказала вам, что я вкладываю в это понятие. А теперь давайте смотреть. Вы человек, который принимает решение за свою жизнь. Вы приняли решение менять своё сознание. Вы понимаете уже, что разговоры о болезнях, о проблемах, постоянное нытьё, жалование и жалобы на то, что не хватает денег, только усугубляет эту ситуацию. Чем больше вы об этом говорите, тем больше растёт проблема. Вы это понимаете. Но они нет. Конечно же, в какой-то момент вы, естественно, очень хотите поделиться с ними тем важным, что вы узнали, секретом. Они говорят вам, бред, дебилизм, вернись в реальную жизнь. Вы возвращаетесь в свою реальную жизнь. А теперь смотрите. Многие возвращаются и начинают страдать. И говорят, Оля, но я не хочу навязывать никому, я им ничего не говорю, но я вынужден с ними общаться и обсуждать какие-то проблемы. Я вынужден это слушать. Я вынужден. И у меня к вам встречный вопрос. А кто вам сказал, что вы вынуждены? Кто вас вынудил? Кто вас насильно заставляет? Ваша какая-то внутренняя там комплексы или там чувства навязанные, что вы должны быть хорошим ребёнком? А кто вам сказал, что хороший ребёнок это тот, который позволяет своим родителям издеваться над своим сознанием? А я считаю, что это именно издевательство. Это как, простите, перед человеком, который решил стать веганом, жёстким, сидеть и жрать мясо. Близкий человек берёт и живого кролика начинает перед ним жрать. Ну это же какое-то издевательство, это же понятно. Так вот вы принимаете решение, что вы обязаны терпеть это издевательство. А это издевательство, когда вы начинаете мыслить иначе, когда вы понимаете, насколько бредово всё то, чем живут люди, и вы приходите, или там ваша мама вам звонит, или вы с ней живёте, или вы приходите в гости, и начинается вот это всё перемывание этого говнища. Мало того, очень часто родители есть такие, которые работают по модели постоянного, вызывают у вас постоянное чувство вины, которые постоянно говорят, ты плохой сын, или плохая дочка, вот другая там. То есть, в таких моделях люди живут. А теперь, смотрите, всё очень просто. Вы взрослый человек. И вы должны посмотреть на ситуацию не как ребёнок, который привит с мамой-пуповиной, и который не имеет права и не имеет возможности ещё ничего сказать, а как человек, который умеет разговаривать, и который может сказать. Дорогие родители, смотрите, я вас очень люблю, но я не согласен, первое, с вот этой позицией, о которой вы говорите. Второе, я даже не хочу на эту тему говорить. В-третьих, в мире есть много всего прекрасного, и я бы хотела, проводив с вами время, встречаясь с вами или созваниваясь, говорить о чём-то хорошем. Вот давайте обсудим, что в вашей жизни есть хорошего. У меня с мамой был когда-то очень серьёзный конфликт, я об этом рассказываю периодически, и у меня были периоды, когда мы с мамой вообще не могли разговаривать, у нас не было тем, потому что те темы, которые были, они перестали меня устраивать, а новые темы моя мама никак не могла поддержать, она никак не могла переключиться и понять, чего я от неё хочу. И у нас был период, когда наше общение сводилось на «как дела, всё хорошо, пока». И, честно говоря, сейчас тоже часто бывают такие периоды, когда мы говорим примерно на таком уровне, как дети, как то, как всё, потому что я не хочу обсуждать болезни подружек, я не хочу обсуждать сплетни, я не хочу обсуждать то, что для моего мозга является мусором, и для мозга моей мамы тоже. Поэтому учить свою маму это тоже неблагодарное дело и ненужное. Поэтому мы можем с мамой поговорить о путешествиях, мы можем с мамой повспоминать что-то из моего детства, мы можем поиграть с детьми, я могу маме рассказать о тренировках, о выступлениях детей, я могу ей… То есть какие-то темы мы можем пообсуждать о шмотках, рассмотреть гардероб, что-то померить, я могу сказать маме, что ей идёт, что ей не идёт, нейтральные темы, которые нас соединяют, но которые не включают никаких обучающих вещей с моей стороны, а поверьте мне, я педагог ещё тот и начинаю вообще просто без мыла в задницу залазить каждому, вот очень тренирую в себе, не давать людям постоянных этих оценок и консультаций, я просто в этом плане очень сложный человек, вот просто поверьте мне на слово. И с другой стороны, я стараюсь свою маму воспринимать и учить маму говорить на какие-то темы, которые… Ну, мне неинтересна политика, мне неинтересны беды, проблемы, я не хочу этим шлаком засоряться, просто хочу с мамой испытать какие-то классные эмоции, приготовить, может, что-то вместе там, не знаю, что-то там пообсуждать, ну и так далее. Я, как бы, получается, что мама может быть для меня в некотором роде в виде токсичного окружения, но мне очень сильно повезло, потому что моя мама всё-таки, ну, поверьте мне, моя мама никогда не позволяла на меня давить, никогда не позволяла, не давила мне там на чувство вины, как-то так, ну, короче, у меня мама ещё золотая, я знаю, что есть другие родители, где ты должен, где навязанное чувство вины, где мама постоянно умирает, кстати, раньше моя мама тоже постоянно умирала, всё время болела, она всё время мне звонила, она этого не понимала, и всё время давила на чувство жалости, что ей так плохо, что, значит, подчеркнуть, что я в чём-то неблагодарная, что я в чём-то, в чём-то жёсткая, жестокая мама меня называла, ты жестокая, и вызвать во мне чувство вины, мол, видишь, вот ты жестокая, а я так болею, мне так плохо, а ты жестокая, но потом, когда я перестала на это реагировать, я ей говорила, болеешь, Хорошо, мамочка, выздоравливай, нужны таблетки? Нет, всё, выздоравливай, выздоровеешь, позвонишь. Это было жестоко, но моя мама перестала болеть, потому что у неё перестал быть интерес в этом, она забыла о том, что такая модель существует, потому что у родителей существует, и у любых людей существует модель до тех пор, пока в неё играют другие люди. Если вы перестаёте это отыгрывать, то они перестают это делать. То есть и мы с вами точно такие же, мы просто этого не замечали. Следующий вопрос друзей. Друзья начинают обычно что говорить? Ты поменялся, у тебя нет времени, ты зазнался, что происходит. Друзья начинают каким-то образом на тебя давить. Типа, давай пить, ты не пьёшь? В смысле? О чём ты вообще говоришь? Почему у тебя такие мысли? Ты стал каким-то не таким, и вы начинаете переживать. На самом деле ситуация очень простая. Да, у меня выключился свет. Когда вы начинаете расти и развиваться, я это называю всегда теорией эскалатора, вы начинаете двигаться. Вы ехали с друзьями на двух эскалаторах вместе, или вы просто стояли на них. И тут вы начинаете двигаться, а ваши друзья на каждом эскалаторе делают что-то своё. Кто-то начинает бухать и опускаться вниз, кто-то начинает просто стоить на месте, а кто-то двигается вместе с вами. Таким образом определяется, с кем вы остаётесь в жизни. Мы развиваемся, мы меняем свои мысли, мы меняем свои такие парадигмы жизненные, мы меняем свои убеждения. Например, вы жили в бедной какой-то обычной семье, как-то никто особо сильно не зарабатывал, вы считали, что деньги не главное, бренды не главное, всё, короче, не главное, нормально. И тут вдруг у вас что-то совпало в жизни, вас повысили на работе, и вы стали больше зарабатывать. Или у вашего супруга что-то произошло. Такое бывает. И вот у вас появились другие возможности. Раньше вы со своими друзьями ездили куда-нибудь там под городом, за городом на рыбалочку, а сейчас у вас появилась возможность ездить в какие-то путешествия другие, перевести ребёнка в какую-то более хорошую школу. И ваше окружение начинает меняться. Ваши мысли тоже начинают меняться. У вас появились деньги на хорошие шмотки, и вы думаете, а зачем покупать дешёвые шмотки, если я могу покупать вещи лучше. А ваши друзья-то не могут, они по-прежнему осуждают тех, кто тратит такие деньги. Больные, зачем они столько тратят денег? А вы уже стали тем больным. И вот эта пропасть начинает разрываться. Что мы начинаем делать в этот момент? Разные вещи. Первое. Мы начинаем всячески доказывать своему окружению, что мы не поменялись. Что мы по-прежнему такие же хорошие люди. И вот чем больше мы начинаем это доказывать, тем больше мы их бесям. Например, вы понимаете, что вы можете отдать что-то детям, друзей своих. Они говорят, а, так ты типа теперь, значит, мне как нищему сбрасываешь. Или они начинают просить у вас в долг, а вы на чувстве вины, потому что вам же лучше, чем им, начинаете давать им деньги, которые они не возвращают. И между вами снова начинается что-то. Главное, что вы должны понимать, вы взрослые люди. И вы никому ничего не должны. Я только что ехала со своей пятилетней дочерью Евой. И она мне говорит, мам, ты знаешь, что дети такие же, как их родители. Я говорю, это кто тебе такое сказал? Это в школе сказала учительница. Я говорю, нет, Ева, твоя учительница не права. Она говорит, почему? Я говорю, потому что да, дети могут повторять своих родителей, но дети абсолютно не должны этого делать. И ребенок может и должен выбирать свою собственную жизнь. Вот говорю, например, ты живешь, а твои родители мало денег зарабатывают, не работают, ничего не хотят, ни в чем тебя не поддерживают. А ты, например, хочешь заниматься танцами или заниматься английским, или стать богатым человеком. Поверь, говорю, конечно, классно, когда твои родители тебя в этом поддерживают и помогают. Но если они этого не делают, ты в состоянии сама себе поставить цели. Ты можешь начать изучать танцы в школе, ты можешь начать изучать танцы через YouTube, ты можешь найти людей, которые тоже, как и ты, танцуют. Ты всегда можешь двигаться к своим целям. И родители — это только те люди, которые дали тебе жизнь. Вот говорю, ты чемпионка сейчас там в своих категориях по танцам. Скажи, пожалуйста, чья это заслуга? Она говорит, мама, что такое заслуга? Потом, а, я поняла, что заслужила? Она мне говорит, ну твоя. Я говорю, нет, Ева, это не моя заслуга, потому что я не выхожу на паркет, я не хожу на тренировки. Моя заслуга в том, твое везение, которое ты сама себе выбрала, потому что ты выбирала родителей, заключается лишь в том, что я поддерживаю тебя в этом. И да, тебе легче, потому что я вожу, я плачу, я поддерживаю тебя, стою рядом с тобой, верю в тебя. Но, тем не менее, на паркет и на тренировки всегда идешь ты, а не я. Поэтому это твоя заслуга. И когда ты стоишь с медалью, это твоя заслуга. Конечно, очень важен тренер, конечно, очень важна поддержка семьи. В спорте всегда это такой симбиоз. Тренер, родитель, ребенок. Но, тем не менее, главное всегда за тобой. Потому что какой бы классной я ни была мамой, я могу платить сколько угодно денег, но если ты бестолочь, которой ничего не нужно, то эти деньги я буду просто бросать в канаву. Поэтому ребенок, любой человек, он будет таким, каким он решит быть. Вне зависимости от того, что делают его родители. Как родитель я могу только осознанный родитель. Я могу уже осознанно помогать своему ребенку двигаться, направлять где-то, поддерживать, но, тем не менее, побеждать всегда будешь ты или не побеждать. И это очень важно нам осознавать. То же самое происходит и с нашим окружением. Вы должны понимать, что токсичное окружение — это окружение, которое есть вокруг нас. Это как мир, который вокруг нас. Но мы выбираем, общаться с ними или нет. Мы сами, когда мы, например, видим, что у нас на одежде дырка, мы купили, мы очень любили этот свитер, у нас образовалась дырка. Мы говорим, свитер, нам пора попрощаться, потому что мы друг другу не подходим. Да, может быть, раньше я могла бы ходить с зашитым свитером. Например, вы говорите себе, но сейчас я стала больше зарабатывать, я по-другому на себя смотрю. И я знаю, что для меня вещь с дыркой — это не любовь к себе. Сегодня я чувствую это так. То же самое с друзьями. Не нужно ничего никому доказывать. Если вы понимаете, что люди на вас фигово действуют, и что вам сейчас не хочется, вы можете сказать прямо, что делаем мы крайне редко. Я не хочу с тобой общаться. Мы не всегда к этому готовы и не всегда это нужно. Но мы всегда можем сказать, у меня нет времени. Мы всегда можем сказать, я сейчас занят. Мы всегда можем сказать, у меня сейчас важное дело. Мы взрослые. Мы прекрасно можем собой управлять. Если это касается людей, с которыми мы проживаем, рядом, я всем напоминаю, мы взрослые. И это может быть нашей мотивацией к тому, чтобы понять, что я в этом окружении больше не хочу проживать. И поверьте, если вы созрели к этому морально, вы созрели к этому для того, чтобы на это заработать. Пусть это станет вашей мотивацией. Я, например, жила с мамой где-то с 19 лет. Да, с 19 лет я начала снимать квартиры. Я периодически, иногда, редко возвращалась домой. Я киевлянка. Но я все время знала, что я не хочу жить с мамой. Почему? Первое, я хотела знать, что такое самостоятельность. То есть я хотела понимать, как это жить самостоятельно. Я жила с подругами со своими. Иногда у меня были какие-то парни. Я жила с парнями. Но чаще всего с подругами, потому что я была в женском коллективе. У нас были мы девочки. И мы снимали. Девчонки были иногородние. И мне было легко кому-то присоединиться. Но мне очень хотелось. Я, кстати, всегда снимала очень хорошие квартиры. Я не жила в жопах. Это было такое одно из правил. Я никогда не жила в квартире с разваленными диванами старыми. Нет. У меня такого никогда не было. Я всегда снимала классные квартиры. И это всегда меня мотивировало. Не важно на что. На отношения, на то, чтобы заработать, на то, чтобы придумать. Когда тебе 19, ты выкручиваешься как умеешь. Но тем не менее, для меня была важна эта самостоятельность. Потому что самое отвратное, что было для меня, это приходить к маме и просить деньги. Я помню каждый этот раз. Я помню это свое мерзопакостное ощущение. Когда я понимала, что мама деньги всегда найдет, всегда даст. Мама всегда у меня такая была. Но всегда покажет, насколько сильно она для этого старается. И у меня было ощущение, что я ее, знаете, как ворую у нее. Вот такое было у меня ощущение. И я так сильно не хотела, чтобы это происходило, что я все время зарабатывала, искала возможности для себя. Была готова делать все, что угодно, только бы не брать у мамы денег. И не говорите мне о том, что я вынужден. Никто ничего не вынужден. Вопрос силы вашей мотивации. Вопрос силы вашей внутренней. Так развивайте ее, вашу мать, эту силу. Вы что думаете? Часто говорят, откуда она берется. Она изнутри берется, из того, что ты принимаешь решение, что я взрослый, я большой, не важно, сколько мне лет. Я хочу научиться отвечать за свою жизнь. Сегодня у нас был с Алисой разговор по поводу того, кто такие взрослые и кто такие дети, чем они отличаются друг от друга. Я сказала Алисе, что мы говорили сегодня с ней о дисциплине, об аккуратности. У нас есть такие проблемы именно с дисциплиной, в контексте уборки, логистики за собой, вот такой. И я ей сказала, что ты думаешь, чем отличаются взрослые от детей. Она говорит, ну, у взрослых больше забот. Я говорю, да нифига. В этом есть доля правды. Но по сути мы ничем не отличаемся. И все то, что мы приобрели в детстве, мы во взрослой жизни и имеем. И если ты сейчас не научишься сама себя организовывать, если ты не научишься, выходя из зала, проверять, взяла ли ты с собой свои предметы, свою обувь, там, ну, она гимнастка у меня, вот, собрала ли ты это всё, то во взрослой жизни ты можешь зайти в супермаркет и потом выйти оттуда без ребёнка своего. Потому что если ты не привыкла за этим следить, то во взрослой жизни чудо автоматом не случится. Я ей всегда привожу примеры на её языке. Я говорю, вот смотри, представь себе, пришла маленькая гимнастка в зал, ей дали скакалку и учат работать с предметом. Она не научилась работать с предметом. Ей 15 лет, она выходит на ковёр, ей дают скакалку. Как ты считаешь, ей же 15, она же уже взрослая, она сможет работать с предметом так же, как работают другие 15-летние девочки? Она говорит, мам, ты что смеёшься? Она же в детстве не научилась этого делать. Я говорю, Алиса, в жизни всё точно так же. Если ты в детстве не научишься чему-то, то во взрослой жизни ты будешь такой же... Не сказала я этого слова. И привела я следующий пример по поводу того, кто... Она мне часто задаёт вопросы. Почему ты зарабатываешь так много денег? Как ты это делаешь? В чём отличие людей, которые зарабатывают много и мало? Это тема, наверное, для следующего эфира. И я ей сказала, что люди, которые зарабатывают много денег, это люди, которые умеют лучше, чем остальные думать. Они умеют вообще размышлять. Если ты умеешь думать очень примитивно, то ты не способен совершать сложные действия. А если ты не способен совершать сложные действия, то ты всегда будешь мало зарабатывать, потому что ты сам не веришь, что ты стоишь больше. И я ей сказала, что посмотри на людей, которые сидят за кассами в супермаркетах. Ты ходишь в супермаркет практически каждый день, заходишь что-то покупать. Вот там сидит тётя, и у неё есть такая штучка. Не могу ничего достать. У неё есть такая штучка. Ну, давайте будем... Вот такая, да? И она ей делает пип-пип-пип. А на каждом товаре есть вот такой штрих-код. И она вот так вот делает. И за месяц, я говорю, она получает столько, сколько мы с папой. Мы с папой больше тратим за день, чем она получает за месяц. И говорю, всё, это её максимум. Говорю, ну зато тут не надо думать. Зато тут всё сделано за неё. Она даже, говорю, с кэшем почти никогда не имеет отношения. А когда имеет, у неё написано, сколько ей должны дать, и всё это чётко. Она даже ошибиться не может. Потому что на эту работу даже, ну извините, если кто-то кассир, можно даже обезьяну посадить. И научить её это делать, это две опции простые, два простых действия. Вот поэтому она столько зарабатывает. И если ты не научишь себя думать, не научишь себя анализировать, разбираться, говорю, вот ты вот смотришь на блогеров, которые снимают всякую херню, и у них несколько миллионов подписчиков. И со стороны выглядят, что эти люди дураки. Но, говорю, эти люди не дураки. Знаешь, почему? Он говорит, почему? Я говорю, потому что их смотрят миллионы. А знаешь, почему их смотрят миллионы? Она говорит, почему? Я говорю, потому что перед тем, как что-то снимать, они внимательно думают. А что дать вот этим миллионам, чтобы они это смотрели? И они в кадре выглядят дураками, которые то шарики лопают, то козявки достают из носа. Но по факту это глубочайшие стратеги, которые прекрасно знают, чем сейчас будет интересоваться аудитория и на что будет такое количество просмотров. Я всегда стараюсь давать те примеры людям, которые они в состоянии понять. И я понимаю, конечно, что с детьми мне предстоит большая работа, но тем не менее я её провожу регулярно. И я искренне верю, что в течение нескольких месяцев я смогу сдвинуть эти пласты с нашей ответственностью и донести до детей, почему важно научиться это делать, каким образом в их жизни им это дальше пригодится, потому что нам это тоже всегда важно понимать. Так вот мы всегда с вами взрослые люди, и мы должны соображать и думать. И когда мы понимаем, что люди, которые нас окружают, плохо на нас действуют, мы должны искать план решения. У меня постоянно возникают как бы коммуникации с разными людьми. Я честно вам скажу, я ушла из офлайн-бизнеса с работы в сфере услуг с клиентами, потому что я очень часто не могла терпеть тупости, с которой я сталкивалась. И я очень остро на неё реагировала, так как в клиентском бизнесе реагировать нельзя. Я по природе своей диктатор, достаточно жёсткий. И я хороший орг, организатор. Хорошим организатором я являюсь, потому что я могу находить крутых людей. Я диктатор, но я подбираю всегда в свою команду таких людей, которым не нужно диктовать. Каждый из которых шикарно знает, что им нужно делать. И тогда я чувствую себя прекрасно. Вот такие условия я люблю. И в офлайне мне было сложно, потому что, когда я сталкивалась с тупостью, у меня взрывался мозг, и я хотела убить людей, а люди хотели убить меня. И я часто сталкивалась с вот этим вот моментом, я не понимала, как мне с этим быть. Это было очень внутренне для меня сложно. Сейчас у меня другая история. Сейчас всё как бы идёт по плану, но тем не менее я сталкиваюсь, продолжаю сталкиваться с людьми. Это учителя в школах, это тренера моих детей. Я много контактирую именно по детям. И, безусловно, далеко не все люди, как вы понимаете, ведут себя так, как бы мне хотелось. Ну, это естественно. И я постоянно думаю о том, каждый раз, когда я контактирую, я понимаю, что я не могу и не хочу превращаться в диктатора, например, в позиции, рассказывать всем, как им жить. Ну, это шизофрения, извините. Мы же помним, что главное правило своё отношение к этому выработать. Понять, как мне себя так вести, чтобы мне было хорошо. Не чтобы их поменять, а чтобы я, исходя из той ситуации, которая есть, нашёл в себе то место, те ощущения, чувства и эмоции, и поведение, при котором я бы чувствовал себя комфортно. Вот это постоянная моя история. И я с этим работаю регулярно. То есть я всё время, как только мне становится, я взрываюсь на кого-то, я сразу же выношу эту ситуацию, знаете, начинаю раскладывать. Почему я взорвалась? Почему я так отреагировала на этих людей? Мой внутренний голос кричит, «Да потому что они дебилы». Я говорю, «Прекрасно, замечательно, Оль, хорошо». Сама с собой работаю. Очень хорошо. Но это люди, наверное, они не до конца всё-таки. У них есть что-то хорошее? Давай подумаем. Я начинаю искать хороших людей, хорошие моменты в этих людях, качество, то, что мне нужно в этих людях, их профессиональные. Ну и я себе говорю, «Как, если они полные дебилы, то что ты с ними делаешь, уходи?» Я говорю, «Нет, это моя эмоциональная оценка». Хорошо, эмоции убрали. Я эмоциональный очень человек. Убрали эмоции. Окей, давай посмотрим, что в них хорошего. Посмотрели. Теперь давай посмотрим, что тебя бесит. На чём ты подрываешься? Что конкретно тебя цепляет? Я нахожу эти точки всегда. Что меня цепляет? И дальше я ищу, каким образом я могу эти точки обойти. Что я могу такого сделать, чтобы перестать на этом взрываться? Чтобы обойти это стороной? Это как, вот знаете, ехать по дороге, и там большая яма. И ты едешь, и в неё всё время влазишь. Ну, ёпсель-мопсель, ты же можешь её объехать или поехать по другой дороге. Варианты-то всегда есть. Проще всего остановиться и сказать, «Всё, блин, я теперь не могу поехать к себе домой, потому что здесь яма». Мы так любим делать. Мы ищем всегда причины извне. «Все виноваты, всё виноваты, я ничего не могу, всё, не трогайте меня, вся ты милая космила!» Вот так вот себя ведут люди. Мужчины так себя часто ведут. «Хлотнул ввери, всё, до свидания!» Здрасте. Нет, я понимаю, что мне нужно найти выход. Я же занималась на факультете актёрском, а там всегда есть такое по Станиславскому «Вы в предлагаемых обстоятельствах». Вот запомните. И я себе говорю так, «Ты в предлагаемых обстоятельствах, тебе нужно найти решение». «Не пойти, не сделать, послать всех нахер!» Это ты всегда можешь. Это прям твой коронный. Прям, пожалуйста, наслаждайся. Это как, знаете, сказать, «Все, у меня не получается зарабатывать деньги, я не умею водить машину, у меня ничего не получается, все, я умер!» Окей, хорошо, замечательно. Но если всё-таки стоит другая задача, значит, нужно что-то решать. И вот я в этих предлагаемых обстоятельствах начинаю сама с собой разбираться. И если вы будете так делать, то вы однозначно найдёте выход. Да, иногда выход звучит так. Для того, чтобы мне с этими токсичными отношениями расстаться, мне нужно переехать в другую квартиру, уйти от своего супруга или уйти от своей партнёрши, что-то изменить. Да, и люди часто говорят, «А как это сделать?» Я говорю, «Ногами, руками, ртом». Чем умеете, тем и обласкаете себя. Ну а как вы хотите? Ну, иногда надо. Это, вот знаете, это как операция. Вот иногда можно избежать, а иногда надо сделать. Вот ты понимаешь, надо. Знаете, когда вот у тебя маленький ребёнок, например, вот маленький, и так страшно вообще, когда с ним что-то делают. Но тебе приходят, говорят там, «Ему надо сделать». Тебе очень сильно страшно. Но ты понимаешь, что нет варианта сейчас другого. Ты говоришь, «Делайте». Вот здесь то же самое. Иногда нужно уметь ампутировать что-то в своей жизни, убрать это из своей жизни, для того, чтобы не пошло заражение дальше. Всегда задавайте себе вопрос, «Но если я этого не сделаю, если я это продолжу, зачем? К чему меня это приведёт?» Я буду продолжать гнить. Моя жизнь будет гнить. Не хочу приводить каких-то сильных примеров, чтобы не создавать вам никаких образов плохих. Я сама этого очень не люблю. Но тем не менее, понимайте, что иногда это необходимо сделать. Вот так трезво не тянуть. У меня всегда была такая история с сотрудниками. Я всегда чувствовала, когда мой сотрудник будет увольняться. Он приходил, он менялся в лице за несколько дней до этого. Он себя начинал по-другому вести. И я бывало задаю ему вопрос, «Что-то произошло? Ты хочешь что-то мне сказать?» «Нет». Потом проходит несколько дней, и сотрудник приходит и говорит, «Я буду увольняться». Но знаете, что было самое обидное? Чаще всего это были те сотрудники и в тот момент времени, когда я сама хотела их уволить. И вот мы, например, с Серёжей обсуждали, «Слушай, что-то он поменялся, пора его увольнять». Да. Но мы говорили, «Слушай, ну как-то, блин, это нехорошо. Ну давай, может быть, дадим ему ещё один шанс. Давай там что-нибудь ещё придумаем. Давай его замотивируем. Давай его в ресторан пригласим». И потом этот человек вот такое выпаливал, выходил. И мы потом с Серёжей договорились, что мы больше так не будем делать, что как только мы видим, что срок годности сотрудника портится, мы просто, мы уже такие опытные работодатели были, что мы это видели сразу же. Это видно всё. Это как, знаете, ребёнок, который вам врёт, ну вы его родители, вы это всё сразу выкупаете, чтобы он там не делал. И мы начали видеть это и говорить, мы прощаемся. Потому что очень обидно, когда ты хочешь кого-то уволить или с кем-то расстаться, или что-то прекратить, когда человек это делает так, как будто бы это он хочет сделать. В этот момент ты реально себя чувствуешь говняно. Ты думаешь, «В смысле ты? Это я хотела там с тобой расстаться? Это ты меня не устраивал? Это у тебя ко мне претензии? Ты вообще?» И это взрывает. Поэтому находите в себе смелость. Вам понравится? Вам понравится. Находите в себе смелость. Понимаете, задавайте себе главный вопрос. Если я хочу менять свою жизнь, и если я понимаю, что это люди, которые не мои, мне нужно от них уходить. Есть хорошая новость. Если это ваши люди, они обязательно останутся с вами. Обязательно. Они изменятся, они извинятся, они сделают что угодно, что-то произойдёт, но они останутся с вами. Я вот, например, с тренерами своих детей, у меня тоже несложные отношения, мне кажется, с моей позиции очень хорошие отношения, но у меня есть внутреннее понимание, что если это те люди, у меня есть планы и цели вместе с моими детьми, я вижу, что им нравится, но я понимаю, что я могу победить в этом случае, мой ребёнок хочет победить, я хочу победить, и я хочу, чтобы тренер моего ребёнка хотел того же. И если раньше я стеснялась разговаривать с тренерами, с учителями, ну не то, что стеснялась, как-то так себя не очень уверенно чувствовала, то сейчас я разговариваю очень прямо. Я обожаю всех этих святых людей, это действительно огромная работа. Но тем не менее, я хочу понимать, что мы бежим в одной упряжке, что наши цели совпадают. Я говорю об этом прямо. И я говорю об этом так, понимая, иногда с некоторыми фразами и словами, понимая, что за этим может последовать Оля, мы не хотим с вами работать. И я готова к этому. Но я знаю, что если это мои люди, то этот разговор только укрепит наши отношения. А если нет, так мы быстрее расстанемся. Зачем это тянуть? Зачем? Вот, собственно, и всё. Поэтому помните главную фразу для себя, такое главное понимание при любой ситуации, которая с вами происходит, в любой сфере. Я взрослый человек. Я взрослый. Преимущество взрослого в том, что когда ты ребёнок, то там мама, папа, ты зависим. А когда ты взрослый, ты независим. И если ты понимаешь, что ты взрослый, но ты, например, зависим от чего-то или от кого-то, то пора над этим тоже поработать. Потому что счастливым ты становишься тогда, когда ты способен мыслить как самостоятельная единица. Когда ты понимаешь, что ты хорош не только в паре с кем-то, при ком-то, но когда ты сам по себе, сам из себя представляешь кого-то, и ты знаешь, кто ты. Да, страшненько. Мы любим, значит, там, пороваться. Сто процентов. Я тоже всю жизнь живу, ну, взрослую свою жизнь, скажем так, да, я живу со своим партнёром, мужем, бизнес-партнёром. Поверьте, мне тоже очень стрёмно представить, что, например, мы можем там разойтись, но тем не менее, я при этом знаю, кто я уже. Я уже состоялась, и он состоялся. И, наверное, поэтому наш союз крепкий. Потому что мы не буксуем друг за друга, мы не обвиняем друг друга, мы не скидываем ответственность друг на друга, кто в чём виноват, кто больше, кто меньше. Мы чётко знаем, что мы оба очень хороши. И наш союз идеален, когда мы в паре, потому что мы умножаемся не на два, мы умножаемся на десять. И это очень важно осознавать. И когда вы начнёте работать над собой, над своими собственными желаниями, над своим собственным внутренним стержнем, тогда всё станет на свои места. Для этого вы уже знаете, что у меня есть рерайтер жизни, потому что рерайтер жизни, наверное, его надо было назвать, знаете, эгоистический марафон. Это марафон, который учит любить себя, который учит понимать себя, который учит быть значимым для себя, прежде всего. Потому что пока мы не сумеем сделать это, мы не сможем идти дальше. Мы будем всегда в позиции ребёнка. Всегда. И сказать вам, что вот вопрос, как прощаться, вы взрослый человек, я вам напоминаю. Вам написать текст, как прощаться. Подумайте об этом. Учитесь думать. Вы же не кассиры в супермаркетах. Учитесь думать. А если вы кассиры в супермаркетах, и вы смотрите моё видео, честь вам и хвала. Значит, вы не кассир. Значит, это сейчас с вами случилось, но вам нужно идти дальше. Вы можете идти дальше. Кассир – это не приговор, и это не оскорбление. У нас есть разные жизненные моменты, и иногда сесть за кассу гораздо круче, чем сидеть и лить слёзы. Я говорю о жизненном призвании, когда ты больше никем себя не видишь. Вот об этом я говорю. Поэтому вы взрослые, напоминайте себе об этом почаще и говорите, я взрослый, я ответственный, я найду выход, потому что я большой, я засиделся в детях, я почему-то посчитал, что я могу быть ребёнком. Нет. Нет. И как только вы примете это решение, к вам начнут приходить другие решения. Как только вы это осознаете, когда вы начнёте работать со своими убеждениями, со своими целями, со своим пониманием жизни, со своими желаниями, тогда и начнёт всё меняться. До тех пор, пока вы будете сидеть в этой кутерьме зависимой, ничего не произойдёт. Вы будете жаловаться на то, что окружение токсичное, оно вас не поддерживает. Окружение токсичное для вас. Само по себе, оно просто окружение. Поверьте, вы тоже для кого-то токсичное окружение. И вопрос здесь не про избавление, а вопрос здесь про изменение самого себя. И вот в этом я вам точно могу помочь. У нас сегодня, уже вчера стартовали продажи ноябрьского потока марафона «Рерайтер жизни», где я вас буду рада видеть, где всё, о чём я говорю, мы начинаем с этим работать, мы начинаем работать с вашей осознанностью и другим восприятием мира, где вы прежде всего ставите себя на первое место и учитесь быть независимым, ведомым и человеком, от которого ничего не зависит, а человеком, который управляет своей жизнью, который начинает разбираться с тем, чего он хочет, как он хочет, когда он хочет и, соответственно, это получать. Я благодарю вас всех за эфир. Я его закончу раньше, потому что у меня по плану бальные танцы, друзья. Я не только привезла дочь, но я сама зря не теряю время, потому что я много лет мечтала об этом, а сейчас имею возможность и моральную, и материальную этим заниматься, поэтому очень счастлива. Вся информация о «Рерайтере жизни» всегда есть у меня по ссылке в профиле, вы всегда можете присоединиться. Сейчас у нас дискаунт минус 50, потому что мы набираем ноябрьский поток, поэтому вы можете к нам присоединиться. Я буду вам благодарна, если после того, как я публикую видео, я надеюсь, оно сейчас не слетит, вы оставите несколько слов в знак своей благодарности, если вам этот эфир понравился, для того, чтобы другие люди знали, смотреть его или нет. Для меня это, как, знаете, маленькая плата моральная. И пусть у вас всегда тоже встречаются на пути такие же благодарные люди, как и вы, потому что всегда нам встречаются подобные. Я раньше тоже не особо часто благодарила, признаюсь вам честно, считая задолженное, что, мол, скажите спасибо, что я вас вообще смотрела, что-то у вас там купила. Сейчас учусь. Поэтому спасибо вам огромное, что вы все здесь. Спасибо всем моим рерайтовцам, кто смотрит эфиры. Я знаю, что вы это регулярно делаете. Очень вас всех люблю и ценю. Ну и до скорой встречи с вами на следующих эфирах и, конечно, на марафоне.